Огромное количество развлечений, каруселей, мастер-классов. Каждый ярославец смог найти для себя что-то интересное и увлекательное. В областной столице состоялось грандиозное, праздничное и, конечно, такое долгожданное открытие парка «Нефтяник». Мои коллеги следили за торжествами. Малыши участвовали в конкурсах, знакомились со зверушками, познавали новые через мастер-классы, а еще играли в новом городке. Дети постарше опробовали тренажерный комплекс и футбольное поле. Родители смогли насладиться живой музыкой, в пляс пошли даже дедушки и бабушки. Праздник был по-настоящему масштабным. Закончены работы по реконструкции парка «Нефтяник». Качество работ на всех этапах здесь лично контролировал мэр Ярославля Владимир Слепцов. Было сделано благоустройство центральной аллеи, центральной площади, заасфальтировано дорожки. Благоустройство также выполнено в детском городке. Установлена новая спортивная площадка. На праздновании было более тысячи ярославцев со всех районов города. Уже при входе в парк гостей встречали ростовые куклы, симфонический оркестр. Вся аллея разделилась на множество различных зон. Контактный зоопарк, аквагрим, большие мыльные пузыри и, конечно, праздничный концерт от коллективов Красноперекопского и Фрунзенского районов. Как признаются жители, парк стал эксклюзивным. Подобных аттракционов и игровых площадок в Ярославле нет. Также основным акцентом стала зона для маломобильных групп, специализированные качели и песочницы для детей-колясочников. Начало обновлению парка было положено в прошлом году, когда по инициативе активных жителей нефтестроя руководство нефтеперерабатывающего завода выделило значительную сумму на установку освещения и обустройство дорожки вокруг пруда. Мы видим, что он востребованный. Гуляют мамы с колясками, утром бегают люди вокруг парка до поздней ночи. И также, как я сказал, зимой люди катаются на лыжах. Поэтому это самый лучший парк, и он будет только развиваться и развиваться. Напомню, что уже в этом году парк «Нефтяник» стал победителем в губернаторской программе «Решаем вместе» и его обновление продолжилось за счет бюджетных средств. Ярославцы сами путем голосования выбрали именно эту зону отдыха для благоустройства. Губернаторская программа «Решаем вместе» – это реальная возможность самим жителям определить первоочередность благоустройства общественно значимых территорий. В марте 160 тысяч человек приняло участие в голосовании. Парк «Нефтяник» награждал 57 тысяч голосов. Это свидетельство того, что красноперекопцы любят свой район. На работы по реконструкции парка направлено 20 миллионов рублей из федерального бюджета. Отметили, что это не последние перемены в парке «Нефтяник». В дальнейшем запланировано разместить несколько точек питания, установить аттракционы. Еще одна приятная новость – в новом сезоне начнутся восстановительные работы в юбилейном парке. А также никто не забывает про зоны отдыха в остальных районах. Обещали и их в скором времени привести в порядок. Илья Барабанов, Алена Лисенкова, Василий Мосин. Новости города.